Всем привет! Вы смотрите хорошие новости на телеканале Арктик ТВ в студии Екатерина Дементьева. Венгер Давид никогда не думал, что будет жить в юрте, но ему пришлось переселиться в такой дом из-за стремительного роста стоимости жизни, включая энергоносители. Венгер Давид Зих никогда не думал, что ему придется жить в юрте, но, как говорится, жизнь заставила. На своем участке земли под Будапештом он планировал построить обычный дом с террасой, но резкое подорожание строительства и энергоносителей заставили передумать. Теперь 37-летний мужчина будет жить в большой круглой куполообразной палатке. Она напоминает дома кочевников в степях Центральной Азии. Юрта обойдется вдвое дешевле, чем стоил бы дом из легких конструкций. Мне рассчитали стоимость весной, а к осени она выросла еще на 30%. Юрта определенно намного дешевле, чем обычный дом. Что касается затрат на энергию, даже с новыми ценами я буду платить намного меньше, чем плачу сейчас на съемной квартире. Площадь нового дома – 80 квадратных метров. Тепло будет идти от электрических настенных обогревателей. Зих – один из многих венгров, которые из-за энергетического кризиса выбирают юрты в качестве постоянного жилья. Петра и Михай живут на ферме на востоке Венгрии. Переехали в свою юрту три месяца назад. Для обогрева пользуются печкой и теплым полом. Пара планирует жить в юрте несколько лет, пока ведет ремонт своего обычного дома. «Для меня огромное облегчение, что даже без подогрева пола у нас есть дровяная печь. Я не боюсь, что нам будет холодно, потому что я знаю, что печь нас согреет». Строители юрт, такие как Габар Адаржан, говорят, что заказов стало намного больше. У него очередь из клиентов до следующего лета. «Многие выбирают их не только из-за растущих цен на энергию, но и из-за роста цен на строительство. Построить небольшой дом для семьи можно за 30-40 миллионов форентов. А юрта на 80 квадратных метров обойдётся в 10 миллионов, то есть 23 тысячи долларов». По его оценкам, сейчас в Венгрии построено около тысячи юрт. И всё больше их используют в качестве домов. Раньше это были в основном отели для туристов. Обогрев юрт значительно дешевле, поскольку воздух, циркулирующий в едином круглом пространстве, дольше сохраняет тепло. Строительство самой большой юрты занимает около трёх дней. В Марокко реставрируют старинный караван-сарай. Издавна в них располагались ремесленные мастерские. И там же шла торговля. Теперь почти забытые традиции возрождаются. Так выглядят старинные торговые центры Марокко. Подобные общественные строения издавна известны как караван-сараи. Но в Марокко они служили не только местом отдыха путешествующих торговцев. Такие здания строили и для местных ремесленников. В городе Фес насчитывается 120 древних торговых центров. Большинство в плачевном состоянии. Местные власти и международные фонды выделили 160 миллионов долларов на их реставрацию. Десять зданий уже отремонтированы. Это очень важно и значимо, особенно в плане сохранения ремесел. Если ремесленник работает в здании, которое вот-вот рухнет, то потеряет и мастерскую, и свою работу. В отреставрированных зданиях снова кипит жизнь, и повсюду видны товары. Здесь представлены различные виды ремесел. Мы хотим привлечь туристов из Марокко и других стран, поэтому совершенствуем свои навыки, качество товаров и проявляем творчество. Приходит много туристов. До этого я работал на окраине города. Там нет туристов и почти нет покупателей. А здесь туристический район, и мы стремимся делать всё ещё лучше. Марокканские ремесленники продают ковры, гобелены, одежду, обувь, аксессуары из кожи, а также изделия из латуни и дерева. Мне очень понравилось. Вокруг такая старина, много украшений, представлены различные ремёсла. Это просто прекрасно. Такая дополнительная городская достопримечательность. В старинных торговых центрах, помимо мастерских, располагались склады для товаров. А на верхних этажах были жилые помещения для ремесленников и их семей. Также там могли остановиться путешественники или торговцы. Сейчас в Фессе ремонтируют ещё 30 старинных караван-сараев. Спасти национальное блюдо. Правительство Южной Кореи построит два крупных хранилища для пекинской капусты. Это поможет сохранить производство кимчхи. Что это и почему южнокорейцы не могут без него жить? Давайте узнаем. Южнокорейцы буквально не могут жить без кимчхи. Это национальное блюдо из пекинской капусты едят и в будни, и в праздники. Оно уже давно считается символом страны. А в последние годы становится популярнее и за рубежом. Теперь власти намерены построить два огромных склада для пекинской капусты, которую будут закупать в больших объёмах. Так хотят избежать кризиса на рынке пищевых продуктов. Ангары планируют завершить к 2025 году. В последнее время южнокорейские производители кимчхи сталкиваются с трудностями из-за перебоев в поставках. Пекинскую капусту теперь сложнее выращивать, поскольку весной и летом ночи стали холоднее, чем раньше. «Раньше мы делали 15 тонн кимчхи в день, но сейчас делаем только 10 и даже меньше». Компании вынуждены закупать более дешёвую и некачественную капусту. При этом приходится повышать цены на готовую продукцию, иначе бизнес развалится. В прошлом году 500 из 1000 производителей кимчхи либо закрыли предприятие, либо ничего не заработали. Впрочем, цены повышаются и на отдельные ингредиенты, которые входят в состав кимчхи. Поэтому в магазинах на 20% выросли продажи готового блюда. «Обычно я сама готовлю кимчхи, но отдельные продукты сильно подорожали. Теперь нет разницы делать самому или купить готовое блюдо». Бизнесу также мешают китайские конкуренты, у которых нет проблем с пекинской капустой. При этом они продают кимчхи в три раза дешевле, чем местные производители. Новые склады должны помочь южнокорейцам сохранить производство. В два хранилища будет вмещаться 10 тысяч тонн пекинской капусты. Там же разместят оборудование для производства кимчхи. За день можно будет делать 50 тонн продукта. Если проект окажется успешным, то правительство построит ещё несколько складов. Вино из региона старинных угольных шахт. Новые сорта тестируют на севере Франции. Аномальная жара в Европе лишь повысила качество урожая. Эти холмы – живописные остатки многовековой истории добычи угля на севере Франции. На месте бывших шахт местные жители открывают новые возможности. Здесь появляются виноградники, рядом с ними – винодельни. Вообще, этот регион считается одним из самых холодных в стране. Но в этот раз помогло аномально жаркое лето. «Урожай 2022 года, наш 10-й урожай, прекрасен. У нас был отличный сезон. В какой-то момент мы были напуганы из-за засухи и жары. Но, честно говоря, наш департамент по декале от этого не пострадал. Мы очень довольны своим урожаем. Виноград очень хороший». Местный сорт вина называют шарбоне. Это игра слов. Легендарное шардоне соединились со словом «шарбон», что с французского переводится как «уголь». «Почва на этом отвале не очень богата глиной. Поэтому вода и удобрения не задерживаются. Я обычно говорю, что это дренирующая почва. Но, учитывая благоприятный климат для виноградников по декале, урожай получается высокого качества». Первые виноградники появились здесь 10 лет назад. А первые бутылки вина вышли в продажу в 2018-м. В основном их покупают местные жители и небольшие магазины. «У вина яркий, концентрированный аромат. Что касается вкуса, могу сказать, что букет насыщенный. Сначала лёгкий, затем вкус ярко раскрывается, не будучи агрессивным». На юге Франции из-за аномально жаркого лета горели леса. Однако на севере погода была идеальной для сельского хозяйства. В этом году ожидают, что объём производства увеличится в три раза. «Я уверен, что люди, которые работали на рудниках, гордятся тем, что мы можем производить вино. И при этом хорошее вино. Эти насыпи – часть истории района. Отцы и деды многих людей работали в этих шахтах». На севере Франции более 340 таких отвалов. Из них полсотни входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В Ереване работает мастерская, где делают армянские ковры по древним технологиям. Ремесленники используют традиционные инструменты и навыки. Пряжу окрашивают натуральными красками. Армянская ткачиха Мариам привычно собирает бархатцы, мимозы и другие цветы. Затем делает из них отвар и окрашивает шерстяные нити. Это один из этапов создания армянского ковра по традиционным технологиям. Здесь в мастерской в Ереване используют те же инструменты и навыки, что и в древности. «Мы стараемся дать вторую жизнь нашей истории. И делаем те же самые ковры под тем же самым дизайном. И используем технологии древних окрашенных нитей». Коврат качества зародилась в Армении в далёкой древности. Изначально для окрашивания нити использовали шафран, бессмертник, зелёную ореховую скорлупу, медную лазурь и кармин, которые добывают из самок кашенили. Сейчас армянские мастера также делают натуральную краску. Некоторые ингредиенты получают сами, некоторые заказывают из Индии и Мексики. С помощью натуральных красителей можно получить всю палитру нужных оттенков. Такая краска долго сохраняет яркость, к тому же безвредна. В этой мастерской делают ковры из овечьей и козьей шерсти. «Для плетения ковров мы используем шерстяную пряжу, в том числе с ворсом. Красим её растительными красителями. Для этого используем индиго, кармин, гранат и луковую шелуху. Получаются разные цвета». На создание одного ковра нужно 3-4 месяца. Большая часть изделий идёт на экспорт. Также их покупают туристы и местные жители. Ковры стоят более 500 долларов за квадратный метр. «Идёт с века веков, что в армянском семье, в каждом есть дочка, девочка для замужества. Заказали ковры как предание. И я вот этот ковёр заказал для своего старшего дочери». Мастерская в Ереване работает уже три года. Её основатель – армянин из Турции. Он освоил ковр от качества в 16 лет. Его мечта – обучить древнему ремеслу как можно больше армян. Ливанский дизайнер нанимает вышивальщиц, которые украшают наряды традиционными узорами. Так женщины могут помогать семье и одновременно хранить наследие предков. Парящие птицы на фоне ажурного леса. Ливанский модный бренд использует традиционную вышивку для украшения нарядов. Такие узоры рождались в фантазиях друзских женщин из шуфа. Дизайнер Салим Азам вырос в этом регионе. Сейчас старается сохранить культурное наследие родных мест. Для этого пригласил в ателье вышивальщиц. Вся работа делается вручную. Женщины выходили замуж и рожали детей. А это ремесло было для них прекрасным способом самовыражения. Для каждого жизненного события предназначены свои узоры. Так свадебный наряд отличается от повседневного. Все мотивы вдохновлены природой и философскими размышлениями. «В вышивке ценен труд. Вышивать утомительно. Но видя результаты работы, понимаешь, оно того стоит. Это напоминает мне о бабушке и прабабушке». К вышивальщицам присоединилась и мама дизайнера. Как и многие друзские женщины, освоила это ремесло в юности. «Я научилась вышивать, когда готовила своё преданное. У меня всё сохранилось. Всё очень красивое. Мы вышивали вручную». У многих вышивальщиц мужья потеряли работу во время пандемии. А теперь женское ремесло помогает прокормить семью. Работницы трудятся часами. Говорят, вышивание похоже на медитацию. Помогает сохранять умиротворённость и вырабатывать терпение. В Великобритании представили первые монеты с изображением нового короля Карла III. Это монеты достоинством в 50 пенсов и 5 фунтов. Первые монеты с портретом Карла III представил Королевский монетный двор Великобритании. Одна из них достоинством в 50 пенсов поступит в обращение в декабре. Также вскоре выпустят памятную 5-фунтовую монету, посвящённую жизни Елизаветы II. На одной стороне изображён новый король, на другой — два портрета его матери. Это очень важное событие для Королевского монетного двора и всех британцев, поскольку мы видим первый официальный портрет короля Карла III. В дополнение к этому мы отдаём дань уважения самоотверженной службе Елизаветы II на троне. Портрет короля с фотографией написал британский скульптор Мартин Дженнингс. Его работу одобрил лично Карл III. Монарх нарисован без короны. «Скульптору удалось привнести настоящую теплоту и человечность в портрет Карла III. Изображения королевы Елизаветы II немного отличаются. Особенно её первый портрет 50-х годов был очень идеализирован». На портрете профиль нового короля обращён влево, в противоположную сторону от профиля предыдущего монарха. Это многовековая традиция, которой придерживаются со времён Карла II. Между тем, монеты с портретом британской монархи не останутся в обращении. Сейчас их примерно 27 миллиардов. Монеты будут заменять на новые по мере износа. Так королевская семья решила сократить расходы, связанные с кончиной Елизаветы II. На юге Чили обнаружили останки предков слона возрастом в 12 тысяч лет. Древние млекопитающие весили до 4 тонн, а высоту достигали 3 метров. Останки гамфотерии обнаружили археологи на юге Чили. Это предки современных слонов. Возраст находки около 12 тысяч лет. Древние животные весили до 4 тонн, а в высоту достигали 3 метров. Учёные предполагают, что на гамфотерии охотились люди. Наша гипотеза заключается в том, что на них охотились и были действия, связанные с охотой. Мы думаем так, потому что гамфотерия была очень крупным и опасным животным. Для охоты на него, вероятно, требовалось несколько человек. Находку сделали недалеко от Тагуа-Тагуа – ледникового озера на юге Чили. Учёные считают, что она поможет в изучении климата в тот период. Мы можем получить много информации. Например, об изменении климата, о том, как это повлияло на животных, а также о влиянии людей того времени на окружающую среду. Археологи считают, что гамфотерии жили около озёра болотистой местности. Они использовали бивни для выкапывания растений. По сравнению с современными слонами, у них был более короткий хобот. А бивней было не два, а четыре. Одна пара на верхней челюсти, другая – на удлинённой нижней. В австралийском штате Новый Южный Уэльс людям дают возможность приобщиться к научной деятельности. Волонтёры помогают палеонтологам искать кости динозавров. Десятки австралийцев проводят дни с увлечением, перебирая груды мелких камней. Это отходы горного производства с месторождения опалов в Новом Южном Уэльсе. Сюда приезжают со всей Австралии палеонтологи-любители. Учёные дают им возможность поохотиться за костями динозавров. «Мы объясняем, что искать. Потом люди перебирают камни и постоянно делают открытия. И тогда слышно, как кто-нибудь кричит – кость!» Первые окаменелости динозавров здесь нашли только в нынешнем столетии. Теперь палеонтологи надеются, что волонтёры помогут сделать больше открытий. «Впервые я приехал сюда в 2014 году и сразу нашёл зуб динозавра. Тогда я решил, что хочу изучать палеонтологию». Между добровольцами конкуренции нет. У всех общая цель – помочь науке. «Неважно, сделаю ли я открытие. Если другие что-то находят, я тоже рада». Самые важные находки, такие как эта кость пальца ноги динозавра, передадут исследовательскому центру для дальнейшего изучения. В Камбодже после двухлетнего перерыва проходит фестиваль, посвящённый умершим предкам. В честь праздника проходят традиционные гонки на буйволах. Гонки, где победа не главное. В Камбодже после двух лет пандемии снова проходят зрелищные скачки на буйволах. Головы животных украшены масками, а погонщики не забывают приветствовать восторженную публику. В соревнованиях участвуют и лошади. За первое место здесь никто не борется. Цель скачек – развлечь зрителей. «Пандемия отступила, и мы можем снова праздновать и наслаждаться скачками на буйволах и лошадях. Люди просто счастливы». Гонки проходят рядом с буддийским храмом Вихиар-Суор. Примерно в 50 километрах от столицы Камбоджи. Участвуют 60 буйволов и лошадей. «Я в восторге от того, что нахожусь здесь, наблюдаю за гонками и вижу много людей из разных провинций». Забавные соревнования – часть традиционного фестиваля, посвящённого умершим предкам. В дни праздника люди ходят в храмы, а также подают пищу монахам. «Мы долго не проводили этот фестиваль, а теперь снова можем праздновать. Поэтому мы счастливы». Фестиваль длится две недели. В это время в Вихиар-Суор съезжаются туристы со всей страны. Считается, что участие в празднике приносит удачу и процветание. Битву древних римлян и варварских племён в мельчайших деталях воссоздали на историческом фестивале в Румынии. Десятки любителей истории порадовали зрителей батальной сценой. Около двух тысяч лет назад эта деревня на юге Румынии была древним римским городом Ромула. Право владения этой территорией оспаривали варварские племена. Одно из них – даки, высокоразвитое племя, населявшее Трансильванию. Вот они, одетые в шкуры животных, собираются вокруг костра. Румыны возрождают далёкое прошлое на исторической реконструкции Ромулафест. С предельным вниманием к деталям тщательно воссоздают костюмы и обмундирование. Зрители с удовольствием наблюдают за битвой римлян и дакийцев. Многие представляют себя потомками древних дакийских племён, постоянно совершавших набеги на границе Римской империи. «Это то, что течёт в моих венах – дакийская кровь. Это красиво. Отключаешься от всего, что беспокоит в реальном мире – в городских джунглях». В воздухе повисло напряжение. Участники вжились в роли. За плечами месяцы подготовки. Так щиты и шлемы древних римлян сделаны вручную, идеально повторяя оригиналы по цвету и форме. «Это живой урок истории о том, как жили наши предки, о вещах, на которые люди больше не обращают внимания. Я получаю двойное удовольствие. Для меня, как учителя истории, это альтернатива уроку в обычном классе. Я представляю историю более широкой аудитории и делаю это более наглядно». Как гласят исторические записи, римляне выиграли битву. Местные жители это знают, но всё равно из года в год болеют за своих дакийских предков. На этом у меня всё. В студии была Екатерина Дементьева. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова